Друзья, всем привет! С вами Георгий. Добро пожаловать на мой канал о редких растениях и суккулентах раритет. И вот я сегодня откопал у себя три такие огромные куста пестролистной хавортии цимбиформи, с которую пора поделить. Что я сейчас и планирую сделать. Но я немножко расскажу сначала про эту хавортию, а потом покажу вам весь процесс, как я делю кусты, как их рассаживаю. Может кто-то что-то для себя новенькое увидит. Сейчас вечер, начало 10-го. Ну, конечно, я ковыряю с теплицы. Слегка шумно из-за вентиляторов, но зимой я их не могу выключить, к сожалению, надолго. Поэтому вот так будет шумно. Ну, что-то да услышится. Вот рыбоньки. Покажу рыбаник. Как они подрастают. Малечки мои красавцы. Ну и сейчас перейдем непосредственно к делу. Все эти прожекторы белые, они чисто для меня, просто для того, чтобы можно было так ночью здесь работать. Не для растений. Для растений они слишком слабые, особенно на такой высоте. Они висят на высоте 2,5-2,6 метра. Вот так. Что я хочу сказать о пестролистных абортиях. У них вся пестролистность плавает. То есть, что это значит? Что могут быть детки вот такие абсолютно белые у них. Нету хлорофила, нет ничего зеленого в них. И они совершенно не жизнеспособны, будучи отделены от материнского растения. И, соответственно, они погибнут. Поэтому их даже сажать не буду. А просто я такие детки выкидываю. Зеленые детки этого сорта особой ценности тоже не представляют. Хотя у них могут быть полосочки. И со временем эти детки превратятся во что-то более стоящее. Поэтому зеленые я посажу. Классно смотрится эта абортия. Когда она, конечно, вот таким кустом. Но в чем минус такого куста слишком большого? Что он может быть настолько плотным, что внутрь вот этого куста не поступает нужное количество свежего воздуха. Или что-то там происходит. Листья сами себя зажимают очень сильно. Начинают отсыхать старые листья. Подгнивают. В общем, бывает такая куча. Она растет, растет. Вот у меня была еще, наверное, раза полтора побольше. Прям такой шапкой. И она прям из середины подгнивает. Поэтому я где-то их выращиваю до такого размера. Это, чтобы вы понимали, горшок 15 на 15 сантиметров. И потом вот в таком состоянии я их делю уже. Ну, на вырост какие-то у меня там есть еще розетки в девятках, семерках. Я могу все так посадить, чтобы постоянно иметь такой экземпляр. Но вот эти я решил, что поделю. Это простой вид в кавортии. Это гибрид в кавортии ладьевидный. Называется Куспидата. В общем, пастролистная такая из простых. Какие детки наиболее ценные? Наиболее ценные вот по образу и подобию центральной мамки, материнской розетки. Где равномерно перемешан зеленый и желтый, ну так сказать, цвет. Где зеленые полосочки перемежаются с желтыми полосочками. Такая розетка будет наиболее красивой, эффектной, такой мраморной и жизнеспособной. Все варегатные растения более чувствительны и к свету, и к температуре. Как показала моя холодная зимовка при плюс пяти. Поэтому их не стоит сильно жарить на солнце. Хотя тогда они красиво оранжевый цвет становится. И не стоит сильно замораживать. Так, здесь у меня свежий грунт, в который я подсажу смесь. А здесь будем вытряхивать старый грунт. Сейчас я поставлю телефончик. И вытряхну. Ну хотя бы одну. Так. Ниже не наклоняем. Вот такая красавица. Вот сразу видно вот эту хорошую деточку. Сейчас зима, и можно делить в Хаворте. Они сейчас, в принципе, нормально себя чувствуют. Температура в теплице где-то плюс 10 в среднем. И при такой температуре я их вполне себе ковыряю нормально. Они даже влажненькие слегка. Корневая система у куспидаты не особо мощная. Поэтому большая часть тонких корней, она просто обламывается и остается в горшке. Ну плюс я такие горшочки им дал, конечно, с запасом. В таких горшках, получается, больше задерживаются влаги в таком объеме грунта. Хотя, в принципе, это не обязательно такие большие сажать. И просто получается вот такую горку вырастить быстрее. Ну, в общем, мы вытряхнули ее из горшка. Сейчас будем делить. А это высыпаем. Вот у меня горшки такие с большими дренажными отверстиями. Поэтому я не использую никакой дополнительный дренаж. Плюс стеллажи у меня из сетки. И что же мы видим? Вот такая прелесть. Как я их делю? Я могу использовать специальный инструмент, шпатль. Кстати, сейчас покажу. Вот такую штуку очень удобно использовать. Из нержавейки. Хирургическая сталь. Она в меру жесткая, в меру гибкая. И прекрасно отрезает мягкие хаворти. Но ей удобно отделять макушки, розетку, голову, как называется, сносить. Но вот такие хаворти, в которых большие детки, их много, они неплотные, держатся там. Проще сохранить им корешки, какие-никакие. И попытаться просто отломить их руками, если это получится. Поэтому для начала просто вот так разделяем нежно на две части. А потом смотрим, какие детки будут отламываться легко. У куспидаты такие длинные ножки. Конечно, чтобы аккуратнее это делать, можно прям заводить шпатль к стебельку, туда, в материнской розетке. И чуть-чуть вот так подталкивать детку. И мы получаем вот такую деточку. Можно сказать, что это уже полноценное практически растение молодое. Оно где-то сантиметра 4 в диаметре. Вот такая, с корешками. Эта хаворти очень легко размножается, очень быстро растет. Поэтому, если вы боитесь купить какие-то виды хавортий подороже себе, то, ну и вообще, в принципе, из пестролистных можно начать вот с этой группы. Куспидаты, цимбиформис, всякие аптузы, лимефоли. Они достаточно просто растут и дешево стоят. И быстро размножаются. Поэтому у вас будет достаточно материала, чтобы набить руку. Вот видно корешочки какие-то были в земле белые, с волосками. А вот это ждущие такие, желтоватые, без волосков. Ну, в общем, отделяем. Дальше. Я с ними не церемонюсь. Я вот так их раз, разламываю, и все. Вот эти товарищи на выброс. Потому что у них нет абсолютно никакой зелени. Кто-то там прививал что-то, но нет смысла это делать. Потому что можно из листика вырастить, тоже пестролистную себе хаворти. А прививать ее нет смысла, потому что у хаворти постепенно нижние листья у подвоя будут все равно отсыхать. И когда последнюю отсохнет, тогда ваш привой тоже засохнет. Это не толстянки, которые дают ветки и зеленые, и желтые. Их можно привить. Да и то это скорее прикол. Это чисто ради интереса, а не какой-то практически смысл. Потому что толстянки, те же красные, все древовидные. Эти аватые ее гибриды прекрасно растут без прививки. Вот смотрите, какая замечательная детка. И уже с корнями. Сейчас интересно даже посчитать, сколько деток получится с одной такой кучей. Отделяем. Вот такие у нас получаются места. Отделение. Я ничем их не присыпаю, ничем не обрабатываю, ничего с ними не делаю. Я просто сортирую желтые на выброс, вот такие. А полосатенькие посадим. Сухие листики убираю, мертвевшие корешки убираю. В общем, все стандартно. Такие супер маленькие какие-то, вот такие плоские детки я не отделяю, потому что они будут очень долго разгоняться сами по себе. Проще их на мамке оставить. Если какие-то корни обломятся, это ничего страшного. Они быстро нарастут, и все будет с ними хорошо. Вот. Такая здоровенная зеленая получилась. А эти маленькие детки тоже. Но они не такие уж и маленькие. Отломим. Чтобы большая розетка была красивой. Какие-то листья обломались. Убираем. Так, сейчас посчитаем, сколько штук. Чисто ради интересных. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Эти не считаем. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Можете эту маленькую не считать. Значит, это четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Ну, грубо говоря, с одного куста, которому было три года, мы получили двадцать разных абортий. Из них хороших, пестреньких детей. Ну, понятно, что вот сама материнская розетка, это раз. И это позеленело. Ну, сколько хороших? Одна. Вторая. Вот это будет ничего. Третья. Вот четвертая полосатенькая. Но это пятьдесят на пятьдесят пятая. И это тоже непонятно. Ну, в общем, пять штук. Пять штук хороших только деток. А все остальные, не пойми что. Пять штук хороших, а пять штук на выборах. Прощайте, как это не грустно. Так, теперь посадим. А посадим мы, наверное, уже в следующем видео. Эх. Эту перчатки надо поменять, что-то они порвались. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok